Сегодня в наше время можем услышать, что нельзя читать перевод Корана на украинский, либо же русский язык. Нельзя. Харам. Коран невозможно перевести. А как вы думаете, для чего это? Это для того, чтобы понимать же арабский язык малое количество людей. Для того, чтобы управлять и манипулировать человеком. Он скажет, вот так надо делать в религии. Человек не сможет перепроверить. Он не сможет открыть. Он пока выучит этот арабский язык, он 10-20 лет пройдет. И поэтому сегодня мы можем и в наше время сталкиваться с этим. У людей религия построена на всяких небылицах, на всяких опасениях от каких-то сект и тому подобное. И ты посмотришь истории, кто-то полетел, кто-то разговаривал с Аллахом, кто-то на хач улетел. То есть ночью, пока все спали, ты смотришь там, кому-то во сне приснилось, что нужно сделать то-то и то-то. И вся религия построена на этих всяких небылицах. А религия, Аллах Субхану Аталию обращает внимание, что это не просто сказки, либо же рассказы о том, что кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то там достиг каких-то высот. И этот устаз или ученый, он что-то сказал. Нет, Аллах Субхану Аталию возвращает людей всегда к Его Писанию, к Законам. Обратись и посмотри. Ты простой человек, ты имеешь право, у тебя должен быть доступ к книге Всевышнего Аллаха. Неважно, это перевод, либо же оригинал на арабском языке. Ты имеешь право вернуться и посмотреть, что Всевышний Аллах сказал тебе в Коране. Продолжение следует...